Вести Карачаева, Черкесия Черкесия вошла в топ-3 регионов по реализации проекта социальной догазификации. Все образовательные организации республики готовы к новому учебному году. В регионе появится первый молодежный проектный офис. Далее об этих и других темах подробнее. Карачаева, Черкесия Карачаевского группового водопровода, что позволит обеспечить чистой питьевой водой около 27 тысяч человек, жителей 11 населенных пунктов республики. Работы по строительству систем водоснабжения ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Кроме того, в республике строят еще два объекта водоснабжения, которые обеспечат чистой водой жителей 15 населенных пунктов Хабесского, Абазинского, Адыгехабальского и Ногайского районов. Карачаева, Черкесия После старта этой программы в регионе оперативно была проведена адресная инвентаризация домовладений, подлежащих до газификации. В итоговый план график вошло 79 населенных пунктов и 5630 домов, которые подлежат газификации до конца этого года. Комментирует информацию исполняющая обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта Рустам Эркенов. В этот рейтинг входит 14 показателей, начиная от своевременного исполнения заявки. То есть человек, когда пришел, подал заявку, по нормативке в течение месяца с ним должны заключить договор. Если этот договор не заключен, это нарушение сроков со стороны не Газпрома, а регионального оператора газификации получается. Соответственно, рейтинг сразу падает. Буквально там несколько заявок, федеральный штаб это видит, рейтинг, соответственно, опускается. Обратная связь с гражданами. То есть в соцсетях периодически возникают вопросы. На эти вопросы нужно оперативно отвечать и, соответственно, на это тоже мониторится. В совокупности множество таких факторов, оно как раз сказывается на рейтинг. Невозможно там быть в топе рейтинга, исполнив там какие-то 2-3 вещи. Там их очень много показателей, они в режиме онлайн. Мы с коллегами, помимо регионального штаба, еще такие рабочие группы создали по разным направлениям, в том числе с коллегами, которые приемом заявок занимаются, отработкой и так далее. Мы, соответственно, в этих микрогруппах решаем точечные проблемы. В совокупности взаимодействия нас, регионального оператора газификации, очень большую работу на местах проводят районы, у них тоже созданы рабочие группы. В Карачаево-Черкесии с целью своевременной и качественной подготовки к новому учебному году специальная комиссия провела проверку и оценку готовности всех образовательных организаций. По итогам экспертной оценки все образовательные организации готовы принимать школьников с 1 сентября. В первоочередном порядке члены комиссии проверяли выполнение требований пожарной безопасности, создание условий защищенности от террористических угроз, а также техническое состояние зданий и соблюдение санитарных норм правил. В рамках программы «Модернизация школьных систем образования» за летний период был проведен капитальный ремонт в 20 образовательных учреждениях, расположенных в Абазинском, Адыгехабльском, Зеленчукском, Карачаевском, Прикубанском, Усть-Джигутинском и Хабесском районах республики. Еще в пяти школах продолжаются ремонтные работы, которые имеют двухлетний цикл исполнения и завершатся к концу 2023 года. Запущена регистрация на Всероссийскую медиашколу без срока давности 3.0 для студентов педагогических вузов и педагогических работников сферы гражданско-патриотического воспитания. Занятия начнутся 19 августа. Участники смогут пройти уникальное онлайн-обучение, которое расскажет им о создании исторического контента. Представители СМИ, блогеры и эксперты в сфере патриотического медиа поделятся своим опытом и расскажут о тенденциях в социальных сетях и создании текстовых фото- и видеоматериалов. Занятия начнутся 19 августа. Об этом сообщил директор школы Азрит Барлаков. Второе место в рейтинге регионов Всероссийской акции «Вода России» позволило Карачаеву Черкесии присоединиться к марафону «Добро капля за каплей». В «Экосуботнике», который пройдет в республике, примут участие сотрудники Минприроды и подведомственных учреждений, различных ведомств и предприятий, представители федеральных органов власти, общественные и волонтерские организации, представители СМИ и неравнодушные жители. Активисты соберутся на берегу реки Кубань в городе Черкесске слева от моста в сторону Аула Псыш. Акция пройдет с раздельным сбором отходов. В Карачаево-Черкесии к середине лета уже полностью выполнен годовой план по искусственному лесовосстановлению. Работа проводилась в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» и охватила площадь порядка трех гектаров. Подробности сообщила консультант отдела лесного хозяйства Государственного лесного реестра Министерства природных ресурсов и экологии Республики Асиат Балатова. В текущем 2022 году в рамках реализации проекта «Сохранение лесов», а также выполнения государственного задания в Министерстве природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики были выполнены следующие мероприятия. В части выполнения искусственного лесовосстановления была выполнена площадь 2,6 гектаров. Дополнение лесных культур было выполнено на площади 5 гектаров. Проведение агротехнического ухода на площади 33,4 гектара. Все мероприятия, запланированные в рамках реализации национального проекта «Экология», Министерством природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики, были выполнены в установленные сроки и в полном объеме. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» продолжаются работы по реконструкции моста через реку Джигута, расположенного на автодороге межмуниципального значения Усть-Джигута-Терезе. Это довольно востребованное и загруженное направление, а мост протяженностью 106 погонных метров имеет большое значение. Именно он связывает Малокарачаевский район с другими районами республики. Преобразование моста сделает движение безопасным, а вождение комфортным. Об этом рассказал главный инженер управления Карачаево-Черкесск «Автодор» Муаят Хутов. Новый мост будет более современный, нагрузка более 200 тонн будет выдерживать. Будет 4 опоры, балки длиной 33 метра. Освещение будет на данном мосту. Этот участок будет соответствовать второй технической категории после того, как закончим реконструкцию. К мосту также у нас имеются подходы по 250 метров с каждой стороны. Они необходимы для того, чтобы сопряжение с мостом сделать более безопасным. В регионах России наметилась тенденция роста заболеваемости COVID-19. При ухудшении обстановки действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено. Актуальная информация об эпидситуации по COVID-19 регулярно размещается на сайте stopcoronavirus.rf. Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии настоятельно рекомендует неукоснительно соблюдать правила личной гигиены в учреждениях и организациях, общественном транспорте, местах массового скопления людей, а также каждые полгода делать ревакцинацию. В столице Карачаево-Черкесии после капитального ремонта вышло 20 единиц общественного транспорта. Из них три троллейбуса и 17 автобусов. Они уже обслуживают различные маршруты, сообщили в мэрии города. Как рассказали в транспортных предприятиях, работы выполнялись поэтапно. Сначала капитальный ремонт двигателя, ходовой части, коробки передач, замена резинового покрытия полов и т.д. Затем была проведена полная замена бамперов, внутренней боковой обшивки кузова и утепления, перешивка сидений и прочие работы. На заключительном этапе транспорт был покрашен в едином стиле. В Карачаево-Черкесии начнет функционировать первый молодежный проектный офис. Сейчас организаторы готовятся к его открытию, намеченному на конец августа. Его задача – дать молодежи возможность сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений, сообщил советник министра по делам молодежи Республики Расим Попшов. Будучи председателем студенческого совета, в свое время видел то, что у нас есть очень много талантливых ребят, которые просто не знают, куда идти, как обратиться, как правильно развить свой проект и т.д. И со всем этим я тоже сталкивался. И набив определенное количество шишек, я понимаю, что если у нас будет в Республике такая площадка, где ребята смогут спокойно приходить, работать и развивать свои проекты, это будет плюс не только им, что они получат грантовую поддержку, будут реализовывать свои проекты, это будет плюс Республики, потому что все грантовые средства привлекаются в Республику. В столице Карачаева Черкесии появится дополнительная концертная площадка. В Колледже культуры и искусств идет капитальный ремонт, в том числе полностью обновляют актовый зал. Планируется, что там будут проводиться концерты, спектакли и другие культурные мероприятия. Об этом рассказал министр культуры Республики Зурапа Гербов. Полностью обновлено будет оборудование, одежда сцены, звуковое, акустическое, все пространство здесь в актовом зале будет обновлено. Поменяли звукорежиссерскую рубку, поменяли полностью технику на сцене, для того, чтобы можно было здесь, пока у нас не будет достроен романтический театр, пока не закончится работа, и там в центре города проводить крупные серьезные мероприятия. Этот зал немножко меньше зала в ДК городском, который находится на улице Гутикулова, но с учетом того, что мы в центре, уже в ближайшие месяцы это станет нашей центральной площадкой. Помимо актового зала ремонтируется полностью холл, фойе. Мы предусмотрели новый функционал. У нас будет возможность отгородить учебный процесс от концертного зала на время проведения мероприятий. Соответственно, мы и такой дополнительный функционал здесь сделаем. В Черкесской продолжается благоустройство сквера имени Сергея Есенина. Комментирует информацию заместитель начальника управления ЖКХ Марии Черкеска Равиль Тикеев. В рамках реконструкции планируется замена всего плиточного покрытия, также замена лавочек, установка дополнительных мусорных урн, приведем в соответствие освещение в данном сквере, и работы по озеленению планируются. В текущем году выполнен и выполняется большой объем работ с февраля месяца. Начаты масштабные работы по укладке тротуарной плитки. Это 27 тысяч квадрат. На сегодняшний день уже 25 тысяч квадрат. Это 80% работ уже выполнены. Ведутся работы по уборке прилегающей территории, отсыпке газонов плодородным слоем земли. Также будут выполнены работы по замене тротуаров с асфальтобетонным покрытием. Это по улице Набережная и Угуте Кулова. Работы уже начались. Все строительные работы мы планируем завершить до 15 августа текущего года. Продолжается прием заявок на конкурс по лучшему оформлению фасадов зданий, прилегающих к ним территорий в Черкесске. Он приурочен к столетию Карачаевой Черкесии. Принять участие в нем могут любые предприятия города, работающие в сфере торговли, общественного питания или бытового обслуживания населения. Конкурс проходит до 20 августа. Комментирует информацию начальника дела по связям со СМИ мэрии города Армида Найманова. Все открыто, честно. Мы специально сделали так, чтобы проект «Победитель» выбирали именно жители и гости нашего города. Чтобы все видели, как меняются эти здания и территории. Тот проект, который наберет большее количество лайков, он и станет победителем или призером конкурса. Призовых мест три. Первое место – это 100 тысяч, второе место – 70 тысяч и третье место – это 50 тысяч рублей. В эти дни в Республике Адыгея проходит выставка художники Адыгеи Кабардино-Балкарии и Карачаевой Черкесии «100 лет государственности субъектов». Она включает в себя 100 живописных графических работ, а также произведения декоративно-прикладного искусства 70 авторов известных художников Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаевой Черкесии. Авторы выставки обращаются к разнообразным темам и жанрам изобразительного искусства, знакомят зрителей с уникальной и неповторимой природой Северного Кавказа, стремясь отразить характерные черты национальных культур. Выставка будет работать до 15 августа. С 26 по 28 августа в ауле «Икон Халк» пройдет праздник урожая «Сабантой», и он будет приурочен к столетию Карачаевой Черкесии и 15-летию образования Ногайского района. Гостей праздника ждут народные спортивные игры, концерт мастеров искусств, смотр Ногайских дворов, чествование тружеников сельского хозяйства, представители интеллигенции, спортсменов, а также различные конкурсы и розыгрыши, в том числе будут разыграны лотерейные билеты. Все компании и отдельные граждане, решившие организовать личный поход в горные местности, должны в обязательном порядке уведомить об этом сотрудников чрезвычайного ведомства. Зарегистрироваться не составит труда, также это можно сделать в онлайн-режиме, сообщил начальник Карачаева-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Мозгов. Представьте на секунду, что на один и тот же маршрут выходят две группы с разницей, предположим, в день. Друг о друге они знать, естественно, не будут. Если они не зарегистрируются у спасателей, спасатели их не предупредят. Одна группа идет, предположим, на высоте 4000 метров, вторая на высоте 3. Верхняя группа спускает лавину или камнепад на нижнюю, мы получаем несчастный случай. В случае, если группа будет регистрироваться у спасателей, естественно, спасатели предупредят, что по этому же маршруту движется группа. Либо они могут объединиться, предположим, и чем больше количество участников мероприятия, тем, соответственно, проще преодолевать какие-то сложности на горном рельефе. То есть преодолевать те же самые опасные участки, преодолевать трещины ледников и так далее. Одному это крайне сложно сделать, в группе это сделать значительно проще. Ну и самое главное, нужно понимать, что если уж несчастному случаю суждено быть, регистрация ни в коем случае не убережет людей от этого самого несчастного случая. Но если спасатели будут знать нитку маршрута, если спасатели будут знать снаряжение, которое используется в той или иной группе, если спасатели будут знать средства связи, которыми они обладают, то это значительно ускорит время нашего реагирования и значительно увеличит шанс на спасение, либо на сохранение здоровья человеку, терпящему бедствию. Радио России. Карачаево, Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь с градом. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, при грозе порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 33, в горах местами до 24 градусов. В Черкесии переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 32 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама Индустриально-технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч.